Подростки Поднимите просто руки. Вчера, позавчера получили мы, даже вчера, возвращаясь с Киева, мы получили им письмо от нашего друга-молитвенника. Я зачитаю его, попробую перевести его на русский язык. Слушайте внимательно. Это тем, родители, кто думают, что община или же вера в Бога – это всего лишь некое наследие, либо выбор, как мы хотим воспитать своих детей. На прошлой неделе христианских подростков связали рука об руку и приказали им отказаться от Мессии, от Христа, прийти в Ислам и стать частью Исламской Республики. Первый подросток, отказавшись это сделать, на глазах у своих сверстников был распилен пополам пилой, дружбой, как мы называем, да, автоматически, или как там, безопилой. Это безопилой. Ирак. Ирак. Северный Ирак, там, где сейчас он под властью Исламской Республики. Следующий подросток, который стоял рядышком, понимая, что его та же участь может ожидать, закрыв глаза, отказался принимать Ислам. Поверил, что Ишуа Иисус является единственным Мессией и Спасителем. Его также распилили, как предыдущего подростка. И так, одним за другим. В новостях было сказано, что террористы Исламского государства уничтожили людей, которые не верили, как они. Даже не захотели сказать, что это были христиане. На другом видео мы можем видеть детей в возрасте с 6 до 8 лет, которых также обезглавили. Было также один интересный, какая-то запись, где 8-летнему мальчику, 8 лет, 2-й класс, Предложили отказаться от Христа. И он не принял этот отказ, ему отрубили одну руку. Приказали еще раз отказаться от Христа. А он второй раз отказался принимать Ислам. Ему отрубили вторую руку. Потом отрубили ему ноги. В конце ему отрезали голову за то, что не захотел отказаться от Христа. Это дети, которые никогда не увидят, может быть, того, что увидят наши дети. Веселое прославление, шабатную школу. Но эти дети верили в Христа и отдали свою жизнь за Христа, за Мессию. Они, может быть, не ходили в харизматические церкви или в другие какие-то более веселые общины. Это были дети традиционных христиан, которые были воспитаны в страхе Божьем. И они за свою маленькую жизнь знали, кто есть Христос, кто для них есть Мессия. Я бы хотел сегодня, наверное, помолиться не только за наших детей, которые прекрасно пели, я бы хотел помолиться за нас, за родителей. Потому что в основе веры этих детей лежало основание родителей. Как они воспитали своих детей. В каком страхе. Вы должны это просто не представить себе, понять. Это не игра в песочницы. Или же просто поездка на уикенд. Или к морю выход пикником. У них не было другого выбора, вы скажете. Да, может быть. Но это дети, которых родители воспитали в христианских ценностях. Я бы хотел, чтобы для нас ценности тоже были глубокими, и мы никогда не шли на компромисс. Чтобы мы могли воспитать наших детей таким образом, чтобы они знали, кто они во Христе. Поэтому прошу вас, давайте встанем мы на ноги. Мы благодарны, Господь, за милость, которой являешься для нас. Что мы можем жить в стране, в которой нет войны. Хотя мы понимаем, что некоторое противостояние идет на востоке нашей страны. Где также дети погибают от пуль многих враждующих сторон. Господь, мы молим, чтобы наша страна была свободна. В стране, где можем исповедовать нашу веру. Верить в Иисуса, в Ишуа, как истинного Мессии. Чтобы мы могли нашим детям передать глубину наших взаимоотношений с Тобой. Во что мы верим. Какие наши основания. В чем заключается наша вера. Она основывается на Христе, на основании, краеугольном камне. Чтобы мы стали примером для них в жизни, в бытие Господь и в вере, во всем. Благословенно имя Твое, Господь, благослови и также нас. Быть подражателями Христа, Мессии. И это передать нашим детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...